Первая игра начнется уже совсем скоро, а пока парни активно готовятся к старту, поэтому каждый их день начинается с того, что они едут в студию! Итак, мы прибыли на место проведения игр группового этапа, это Turner Broadcasting Studio, место, в котором сосредоточены такие акулы-медиа, как CNN, TBS, TNT, Cartoon Network и многие другие. И вот за этой дверью в Fractis Room медведи тренируются перед своей первой игрой. Здесь, в Fractis Room, команда проводит минимум 5 часов в день в непрерывных тренировках и в абсолютной тишине. Хотя, если постоять за дверью подольше, временами можно услышать эмоциональные крики медведей. Неизменной частью любого чемпионата являются медиадни, когда ребята дают интервью и проводят время на всевозможных фото- и видеосъемках. Наши парни чувствуют себя перед камерами свободно и очень много шутят. Конечно же, больше всех шутит и улыбается наш капитан. Как он уже успел рассказать мне, с рождением дочки все кардинально поменялось в его жизни, и он выбросил из своей головы все лишнее. А улыбка – это вообще его спутник на всех интервью. Тазу настолько нравится улыбаться, что это даже вызвало трудности у опытного американского журналиста на интервью. Он отчаянно просил нашего капитана сделать злое лицо для одного из элементов шоу, но Таз был непоколебимо улыбчив. Несмотря на плотный график, вечерами команде удается найти пару часов для отдыха и эмоциональной разгрузки. В этот раз мы отправились в Филиппс-арену на баскетбольный матч «Атланта Хокс» против «Чикаго Буллс». Так, медведи уже было собрались в отель, и тут началась самая интересная часть вечера. Мы заблудились и долго не могли понять, откуда нас заберет такси. Дело в том, что стоянка Uber в Атланте разрешена не везде, и найти машину на карте с несколькими уровнями дорог бывает непросто. И тут было как в учебнике по психологии – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Но, к счастью, все разрешилось, и насыщенный событием «Медель» подошел к концу, прямо у дверей «Меделя». Редактор субтитров А.Семкин